Итак, Бонзай! Переходим к ударно-волновым звуковым вибрационным методам массажа. Есть такое отдельное направление, ударно-волновые техники, но мы будем с применением некоторых особых приборов, например, бамбуковые палочки. Это креольский массаж. Оттуда его придумали на острове. Креологи, стройные креолки, жарили и били креольцев, креолов загорелых. Вообще, в принципе, все это взялось издревле. Бабушки в деревнях вышлепывали болезнь, а не шипковая техника. То есть, они вышлепывали, вышлепывали до появления гиперемии. Это и сильнее был шлепок, и вакуумная подушечка такая. И чтобы усилить этот эффект, то есть, они все вышлепывали, и хворь, всякая болезнь уходила. Вплоть до расслабления костей, мышц, миозиты, спазмы уходили. Креольцы придумали такую более провинтую технику за счет того, что здесь спалька бамбуковая и закупорено отверстие. Внутрь насыпано сыпучее вещество. Ну, в принципе, любое. Обычно используются зернышки гречки, риса, чечевица, может быть. За счет того, что она при ударе сокрессается внутри, да, происходит импульс внутрь тела, и получается такой эффект, как бы такой неожиданный даже. Вроде кожа остается холодной, да, а согревается внутри. Ну, применяется оно в антиселлюлитной практике, потому что вот эти вот ипусы изучить. Внутрь хорошо развивают жировую плечашку подходную. Вы бьете как... Ну, техника простая. Вообще, конечно, все эти вот методы, которые рассказываю, да, они подаются целым курсом, да. Курс отдельно по крылеским палочкам, отдельно по бамбуковым веникам, чашам и так далее. То есть удар у вас должен быть просто быстро рассказывать. В принципе, при определенных навыках легко повторять, как у барабанщика рука держится, да, вот она. Палочку барабанщика легко ходит в руке, то есть вы не зажимаете плотно. Вот. Обходите, соответственно, все мышцы. Надо с этой стороны мышцы прогреть. Вы ногу разворачиваете. Работаем с разной амплитудой. Сначала часто-часто-часто-часто. Идет покраснение. Многие спрашивают, а будут ли сенят. Ну, если по одному месту только бить, то будут, в принципе, сенят, да. А если вы пробиваете все подряд, то кровь начинает работать активно. И этот сенят рассасывается. Он же не может быть на всю эту дыру, на всю ногу, да. Он рассосется. Потом разворачивается ногу в обратную сторону. И пробиваете. Ну, кажется, лучше я вот эту. Ну, так, чуть-чуть. Пробиваем сюда. Пробиваем внутреннюю сторону. И мы проходим. По костям убьем, соответственно, бережем, да, все вон тостистые наши отростки. А по широким, конечно, костям вполне можно растучать. Потом усиливаем воздействие. Отпугаем, где надо, да. Также по пятку можно простучать, по стопам. И в наборе, ну, можно достаточно иметь две палочки, да. Диаметром примерно 3-4 сантиметра, да. Но есть палочки в наборе и потолще, да. Такие вот бережночки. И потоньше, и поменьше, и покороче. Там всякие используются. Вот такая вот, наверное, техника, например, да. Потом такие, там чуть ли не бревно. Вот такое вот. Оно прокатывается по севу. И вообще прокатка тоже хорошо. Она используется вот с такими поворотами. Либо вот так вот катите, да. Либо с поворотами. Для расслабления мышц и прогонки лимфы. Вот, например, по накрест взяли палочки, да. И прогнали лимфу плотно-плотно. Можно в одежде, да, можно без одежды. Ну, в принципе, тут учиться не так-то сложно. Вот. Научиться это не так-то просто, да. Не так-то сложно. Либо одной палочкой. Вот и прижимаем, да. И вот такое веретенообразное движение. Проходим. Где кости крепятся, да, вот к гребне поздушной кости можно дополнительно их растимулировать. Ну, вот так вот стимулировать, да. Следующий массаж мы изобразим Банбукловыми вениками. Называется самурайская техника массажа. Ну, во-первых, они все делаются под музыку. Хорошую ритмическую музыку. Ну, типа латиноамериканских вот таких вот ритмов, да. Там самбо, ромбо, что-нибудь в таком стиле, да. Сальса. Здесь, соответственно, он используется, этот массаж даже в Советском Союзе, в спортивных командах, когда надо было после соревнований быстро восстановить спортсменов, ну, например, там, баскетболистов, борцов, да, в которых мышцы закрепостились, да, то их быстренько пробивали. Из этого активное воздействие на генопатическую систему и на клетки. То есть, даже на клетком уровне клетки начинают быстрее делиться, что также нам помогает в нашей программе. Начинается такой массаж с воздуха, то есть вы человека положили и подготовили его. И после этого идет воздействие. Воздействие можно по очереди, самое главное правило, пончиками не касаясь тела, то есть запределами, да, чтобы его не царапали. На очереди опять ампитуды меняем. Если веточки отлетают, да, вот как вот эта, например, их можно придержать пальцами, либо сократить длину веника, он будет плотнее. У меня чистоту. Стимулируем аккумуляторность 100 часов. Можно пробить двумя великими сразу. Как ощущения у модели? Прикольно. Прикольно. Не, когда так делаете профессионально, ну, например, 7-10 делаете, встает такое, знаете, расслабление, такое мурашки по телу. А если без одежды, то всего вообще не, да? Ну, без одежды лучше, да, да, без одежды лучше. Тогда в бане лучше. И в бане, и в парилке, да, можно таким маленьким делать. Особенно хорошо вот это икры, стопы, вот прямо вообще на ура. Но не только. Так же можно и по голове. Что-то с пончиками не задеваем. Это когда можно делать? Как после массажа или как? Вместо массажа, ну, для высшего восстановления. Либо плюс антиселитный массаж я иногда использую. Но вместо массажа можно? Можно вместо массажа, можно, как, знаете, дополнительная там, подарочная процедура, например, да? Бонус для человека, чтобы расположиться, чтобы он стал лояльнее. Потом усиливаем. Вот, Пауз, веники, да, видите, они вдвойные. Слушайте, извините. Какая-то, какая-то. Вот, ну, сейчас мы потренируемся с этими вениками. Веники, конечно, бывают... А, ну, опять же, извините. Не договорил. И обратная сторона тоже, рабочая. По костям убьем. То есть, локти обходим, да? Челеп обходим, выступающие косточки обходим. Прикольно, да? Да. Ну, соответственно, веники могут быть и, не удивляйтесь, металлические, да? Крутики такие. Ну, обычно я видел подлиннее, чтобы был удар хлесткий. Ну, вот, у меня есть такая программа, авторская массаж трех стихий. Там делается, ну, все эти приборы используются. Земля. Это под специальную музыку, конечно, все делается. Это мы продавливаем человека. Придавливаем его к земле. Все мышцы мы проходим. Когда вы это все вместе почувствуете, программа практически как централизованное действие построена, да? Всего человека сначала продавливаем земля. Лучше это делать... О, хорошенько прошу стел, потому что, видишь, до этого расслабился. Приготовили, постучали, да? Симуляция идет суставов, фереберно-поперечных. Делается, желательно, на одно тело. Мы сейчас все попробуем, да? Четыре, там, пять, а то и шесть человек встают, да? И ходят по кругу и обрабатывают его по кругу, по кругу. Вот мы все меняемся. Продавили. Потом огонь. Это все вот эти ударные техники, да? Это все мы его смотрели, прощепили, простучали. Всеми способами, да, которые мы уже вот изучали. Далее, вода. Вода, это мы его выкачиваем, растрясаем. Мягкие, плавные, волнистые движения, музыка расслабляющая. Решу тебе, успокоился. Соответственно, гораздо эффективнее, когда вы делаете противоположный пол. Там просто энергетика иньяна начинает работать, да? И подключается еще энергетическая прокачка. И заканчиваем воздухом. К воздуху относятся, во-первых, звуковой массаж с тибетскими поющими чашами. Ну, я коротко покажу, как делается, да? Чаш, я уже говорил, да, как она звучит. Ой, извините. Есть определенные стики. Звук долгий. И богато такое бертональное созвучие. Они ставятся на проблемные зоны, либо на чакры. Вообще, подбираются чаши по чакрам, да? Соответственно, в каждой чакре есть своя звуковая волна, тональность. И ставятся вне тела человека, например, с действием на голеностоп. Здесь, там, слышно. Он также от венечка прибывается. Вот так вот, но уже поздно, уже пошла звуковая волна. За счет того, что мы слышали все, колокольный звон лечит, да? Колокол, как бы, звон, как колокол, он такой целебный. На востоке используют, там, гонги, бубны, шаманские, там, всякие техники бубны. Колокольчики, там, у них есть маленькие. Бубенчики, да что там только? Только нету, да? Плюс к этому всему, да? Но вот самое прогрессивное, это вот тибетские чаши. Они сделаны из сплава пятиметаллов. Говорят секрет, откуда, откуда появилась вообще вот эта технология сплава. То ли мы инопланетяне подарили, то предыдущие цивилизации более развитые. И звуковая волна, в итоге концентрически, ну, во-первых, по сравнению с колоколом нашим, там, христианским, он звучит примерно минуту длится, да? Тут до трех минут длится этот звук, представляете? И он концентрическими кругами центрируется и проходит в глубину тела человека, практически стимулируя мембрану клетки. Представляете? То есть расписать мембрану клетки, она становится более живой, больше через нее проходит питательных элементов, да? И больше отдает она грязи из себя. Она как живой организм, как и любой живой организм, клетка наша, она питается, имея из продукты жизнедеятельности. Жизнедеятельности. Слышишь, много надо одновременно звучать, да? Там прям аккорд такой. Ну, например, вот на проблему чашечку можно поставить? Ой, в смысле, халенка. Там тоже находится чашечка. Чаш обычно набирается больше, у меня тут всего лишь пять. Это, честно говоря, маловато немножко. В принципе, для одного человека достаточно. Практически, вот видите, на креслошем уровне идет. Вот здесь на дендриты нервов, да? Дендриты, они как бы питают сам нерв, да? Когда нерв просыпается, он как бы очухивается от такого спячего состояния, да? И лучше у нас иннервация перед человеком идет. Лучше проводимость нервов, а нервы, кстати, они отвечают вам еще одну важную функцию для костей наших. Они их согревают. Они согревают кости. Кости больше остаются здоровыми и получают больше питательных веществ. Также, ну, я ходил, честно говоря, вам скажу, я ходил на такие процедуры. И, ну, мы там, кто во что-то гораздо, да? Кто с какой подготовкой пришел? Кто-то сидел, кто-то лежал, стоял, кто-то медитировал, да? Я, честно говоря, просто на полу лег. И получился потрясающий эффект. Ну, вроде полусонное состояние такое. вдруг я чувствую, что где-то в теле, в моем, случайным образом, где-то тут так что-тоer-тро-тро-тро-то, что-то заребежало, и тепло растеклось. Потом здесь добежало, тепло растеклось. Показывается, это спадник убрался где-то неведемо гуниевời, там, спадник, и растекся. Представляете? Какая глубокая работа. Ну, вот, когда чаша хорошая, давайте проверим! Они, в принципе, настолько идут мощного воздействия что вода закипает я ходил на такие занятия где-то около 30 чаш персонал разного диаметра от блюдечка до тазика вставал в тазик вторую тазик одевали такой на голову купол кому-то в я въец и таком до били по кумпу он молотком там уже соответственно такой стиль до такой молоточка реальный войлочной погружаешься весь в эту волну одна волна окружает снизу другая сверху это хорошо питает дополнительно дополнительно еще суставы и хрящи наши межпозвоночные диски это соответственно сустав но и питание что идет излечение от остеохондрозов всевозможных протрузий потому что к здоровому хрящику организм макрофагии нагнетает до 5 которые вредоносно что-то у нас в организме съедают и они съедают что-то лучше хорошо она отлитая вообще считается что кованые лучше и делают вручную вот этот трын это недопустимо либо стих там чуть-чуть с какой-то царапины либо я что-то задеваю чтобы видео наше сократить в интернете посмотрите в принципе там есть такое когда вы раскручиваете вода начинает сначала с кругами к центру собираться такими волнами а потом пузырики подпрыгивают подпрыгивают аж сантиметров на 10-15 представляете как будто бы кипит на самом деле это звуковая волна на самом деле это место на самом деле это место и и и и Ну и, соответственно, к слову говоря, семечашнее можно пространство почистить и самому для себя просто поставить, насладиться звуками, да, оно уже гармонизирует, встречает, например, перед вхождением в медитацию очень хорошо, отпускает напряженность сознания, да, мозг погружается в состояние альфа-уровня и переходит дальше. А с телом человека мы работаем, вот состояние воздуха теперь, звучит мелодичная спокойная музыка, и мы его обдуваем, можно руками, да, энергетику запустить, можно даже так немножко поддувать на него и используем различные для этого средства. Ну, вспомните, у нас много у человека работает, да, вот мы на массажных вечеринках такое делаем, очень хороший такой эффект, не бойся, мы его не касаемся тела, да, ну, как и говорили, лучше всего на голоде это сделать. Ну, лучше простыней работают специальные веера, техника огненного дракона. Веера длинные, и они подбираются вообще-то перед сеансом под психологическое состояние человека, он сам выбирает себе окраску, в данном случае угодная стихия, да, воздушная. Тоже хорошо снимает напряжение, в конкретных частях тела, видите, пространство неволока. Не закрываем, мы не делали такой массаж, получается, идет даже согрев тела, неожиданно, чего бы глухость мы не касаемся, а дело в том, что у него есть фиксы работают, и проходит напряжение, ну, в тех местах, которые у вас устали, там, у кого стопы, у кого повесница, у кого шея. Также можно использовать и обычные веники. То есть, тела человека в состоянии земли притавили, расплюлили. Плющие мышцы все разгладили, да, потом в состоянии огня всплыхнули, да, они как бы зажглись, в состоянии воды успокоили, и в состоянии воздуха еще больше успокоили, и в полном покойстве, гармонии, наслаждении. Такие процедуры, на самом деле, очень напитывают энергетики, и одновременно отпускают все напряжения в организме. Отпускаем человека с миром, до дому, к родным, к семье. Вот, попробуйте такие технологии. Приходите лучше к нам на массажные вечеринки, мы все это будем делать, отрабатывать друг на друге, да, по нескольку человек над одним человеком работает. Ну, а сейчас я с вами не прощаюсь. С вами был Олег Алла Гудвилл. Записывайтесь на мой канал, Альфа Топ, и ставьте лайки, пишите комментарии, а лучше будьте с нами, будьте на тренингах, мы вас все научим, все покажем, все испытайте на себе. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.